Молитвами Святых Отец наших Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться. Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. «Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаре, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». «И сверх всего того, между нами и вами, утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Человек же некий, бе богат, и облачавшись в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло. Нись же бе некто именем Лазарь, и же лежаше пред враты его гновен, и желаше насытися от крупиц, падающих от трапезы богатого, но и пси приходяку, облизаху гной его. Быть же умрете нищему, и не сену быть и ангелы на лона Авраамля, умрешь же и богатый, и погребоша его. И вуаде возвед очи свои, и цаи муках, узре Авраама издалеча, и Лазаря на лоне его. И той возглаш рече, «Отче Аврааме, помилуй мя, и посли Лазаря, да омочит конец перца своего в воде, и устедит язык мой, як острожду во пламени всем». Рече же Авраам, чадо, помяни, як восприялась и благая твоя в животе твоем. И Лазарь так уже злая, ныне же зде утешается, ты же страждеши, и над всеми сиями между нами и вами пропасть великую утвердися, якоды хотящие прийти отсюда к вам не возмогут, ни их же оттуда к нам приходят. Рече же, молю тебя убо отче, да послише его в дом отца моего. Имамбо пять братья, якода засвидетельствует им, да они идти и придут на место сие мучения. Глаголы ему Авраам, имут Моисея и пророки, да послушают их. Он же рече, ни отче Аврааме, но аще кто от мертвых едет к ним, покаются. Рече же ему, аще Моисея и пророки не послушают, ни аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник Толкование на Евангелие от Луки Стихи 19-22 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Эта речь состоит в связи с предыдущей. Поскольку выше Господь учил хорошо управлять богатством, то справедливо присоокупляет и сию притчу, которая примером случившегося с богачом указывает на ту же самую мысль. Речь эта есть именно притча, а не действительное событие, как некоторые думали, без основания. Ибо не настало еще время ни праведным наследовать благо, ни грешным противное. Господь придал речи образность, чтобы как немилосердных вразумить, что им придлежит в будущем, так и злостраждущих научить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь. Богача в притчу Господь взял без имени, поскольку он не достоин и именоваться пред Богом. Как и через пророка сказано, «Не помяну именных устами моими». Смотрим Псалом 15 стих 4. «А нищему поминает по имени, ибо имена праведных записываются в книге жизни». Говорят же по преданию евреев, что в то время был в Иерусалиме некто Лазарь, находившийся в крайней бедности и болезни, и что Господь о нем упомянул, взяв его в притчу как явного и известного. Богач был во всех отношениях благополучен. Он одевался в порфиру и висан, и не только одевался, но и всяким другим удовольствием наслаждался. «Пиршествовал блистательно», сказано. «И не то, чтобы ныне да, а завтра нет, но каждый день. И не то, чтобы умеренно, но блистательно, то есть роскошно и расточительно. А Лазарь был нищий и больной, и при том в струпьях, как сказано, ибо можно болеть, и однако ж не быть в ранах, а тихо увеличивается зло. И повержен был он у ворот богатого. Новый скорбь видит, что другие с избытком наслаждаются, а он томится голодом. Ибо он желал насытиться нероскошными яствами, но крошками от них, такими, которыми питались псы. Никто не заботился и об извлечении Лазаря, ибо псы облизывали раны его, так как никто не отгонял их. Что же, Лазарь, находясь в таком бедственном положении, хулил бога, поносил роскошную жизнь богача, осуждал бесчеловечие, роптал на промысел. Нет, ничего такого он не помышлял, но переносил все с великим любомудрием. Откуда это видно? Из того, что когда умер, его приняли ангелы, ибо если бы он был ропотник и богохульник, он не удостоился бы такой чести, сопровождения и несения ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Еще при жизни богача душа его была поистине зарыта. Она носила плоть, как бы гроб. Поэтому и по смерти его он не ангелами возводится, но не взводится в ад, ибо не помышляющий никогда ни о чем высоком и небесном достоин самого низшего места. Словами, похоронили его, Господь намекнул на то, что душа его получила в удел преисподнее и мрачное место. Стихи 23-26. И в ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Возапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердис надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазаре злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Как Адама, изгнав из рая, Господь поселил перед раем, чтобы страдание, повторяющееся при постоянном виде рая, давало Адаму яснее чувствовать лишение блаженства, так и сего богача судил пред лицем Лазаря, чтобы, видев, в каком состоянии находится теперь Лазарь, богатый чувствовал, чего он лишился через бесчеловечие. Почему же богатый увидел Лазаря не у другого кого из праведных, но на лоне Авраама? Поскольку Авраам был гостеприимен, а богатого нужно было обличить в нелюбви к гостеприимству, поэтому богатый видит Лазаря с Авраамом. Сей и мимо проходящих приглашал в дом свой, а тот презирал и лежащего внутри дома. Почему богатый обращает просьбу свою не к Лазарю, а к Аврааму? Может быть, он стыдился, а может быть, думал, что Лазарь помнит его зло, и по своим делам заключал и о Лазаре. Если я, мог он думать, наслаждаясь таким счастьем, презирал его, угнетаемого таким несчастьем, и не уделял ему даже крошек, то тем более он, презренный мной, вспомнит зло и не согласится оказать мне милость. Поэтому-то он обращается со своими словами к Аврааму, думая, вероятно, что патриарх не знает, как было дело. Что же Авраам? Он не сказал богачу, бесчеловечный и жестокий, не стыдно ли тебе? Теперь ты вспомнил о человеколюбии. Но как? Чада! Смотри на сострадательную и святую душу. Мудрец какой-то говорит, смиренную душу не возмущай. Поэтому и Авраам говорит, чада! Давай через сие знать ему, что именовать его так милостиво даже теперь в его власти, но и только, что более всего он ничего не властен сделать для него. Что могу, то уделю тебе, то есть голос сострадания. Но чтобы перейти отсюда туда, это не в нашей воле, ибо все заключено. Ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Почему Авраам не сказал богачу, ты приял, но получил? Слово «получить», получить обратно, мы обыкновенно употребляем отехку и получаем то, чем им должны были. Чему же мы научаемся? Тому, что хотя некоторые сквернили себя злодеяниями, хотя дошли до крайней степени злобы, но когда-нибудь сделали же они одно или два добрых дела. Поэтому и богач имел какие-нибудь добрые дела, и так как он в благоденстве и здешней жизни получил воздаяние, то и говорится, что он получил доброе свое. А Лазарь злое. Может быть, и он совершил одно или два злых дела, и в скорби, которую здесь потерпел, получил из-за них должное воздаяние. Поэтому он натешается, а ты страдаешь. Пропасть означает расстояние и различие между праведными и грешниками, ибо как произволения их были различны, так и обители их имеют большую разность, когда каждый получает воздаяние соответственно произволению и жизни. Приметь здесь и возражения против оригенистов. Они говорят, что придет время, когда муки окончатся, и грешники соединятся с праведниками и с Богом, и таким образом Бог будет все во всех. Но вот мы слышим, Авраам говорит, что хотящие перейти отсюда к вам или оттуда к нам не могут всего сделать. Поэтому, как из участии праведников невозможно кому-нибудь перейти вместо грешников, так невозможно учит нас, Авраам, перейти из места мучения вместо праведников. И Авраам без сомнения более достоин веры, чем ориген. Что такое ад? Одни говорят, что ад есть подземное мрачное место, а другие называли адом переход души из наглядного в невидимое и безвидное состояние. ибо доколе душа находится в теле, она обнаруживается собственными действиями, а по разлучению с телом она становится безвидной. Это-то и называли адом. Лоном Авраамовым называют совокупность тех благ, какие предлежат праведникам по входе их от бури в небесной пристани, поскольку и в море заливами лоном мы обыкновенно называем места, удобной для пристани и успокоения. Обрати внимание и на то, что в день тот обидчик увидит, в какой славе будет обижен им, а сей, в свою очередь, увидит, в каком осуждении будет обидчик, подобно как и здесь богатый увидел Лазаря, а сей опять богатого. Стихи 27-31 Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Несчастный богач, не получив облегчения своей участи, прилагает просьбу о других. Смотри, как он через наказание пришел к сочувствию другим, и тогда, как прежде презирал Лазаря у ног его лежащего, теперь заботится о других, кое не находятся при нем, и умоляет послать в дом отца своего Лазаря из мертвых, не просто кого-нибудь из мертвых, но Лазаря, чтобы, видевшие его прежде больным и бесчестным, увидели теперь увенчанным славой и здоровым, и бывшие свидетелями его убожества сами сделали созерцателем его славу, ибо, очевидно, он имел бы явиться им во славе, если бы нужно было быть ему проповедником достойным вероятия. Что же сказал Авраам? «У них есть Моисей, ты, не так печешься о братьях, как Бог творец их, он приставил к ним бесчисленных наставников, а богач, говорит, не тотче, ибо как сам слыша писания не верил, и слова их считал баснями, так предполагал и о братьях своих, и, судя по себе, говорил, что они писания не послушают, как и сам он, но если кто воскреснет из мертвых, поверят». Есть и ныне подобные люди, кои говорят, кто видел, что делается в Аде, кто пришел оттуда и возвестил нам. Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы не слушаем писаний, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам из ада. Это очевидно из примера иудеев. Они, так как не слушали писаний, не поверили и тогда, когда видели мертвых воскресшими. Даже помышляли и убить Лазаря, смотрим Евангелие от Иоанна, главу 12, стих 10. Равным образом и после того, как при распятии Господа воскресли многие усопшие, иудеи дышали на апостолов еще большим убийством. При том, если бы воскрешение мертвых было полезно для нашей веры, Господь творил бы оно и часто. Но ныне ничто так не полезно, как тщательное исследование Писаний. Воскрешать мертвых, хотя призрачного, умудрился бы и дьявол, и поэтому ввел бы неразумных в заблуждение, всеяв между ними учение об Аде, достойное своей злобы. А при здравом нашем исследовании Писаний дьявол не может ничего такого выдумать, ибо Писание суть светильник и свет, при сиянии которого вор обнаруживается, и открывается. Итак, нужно Писанием веровать, а не требовать воскрешения мертвых. Можно понимать притчу сию и в переносном смысле. Например, так, что лицом богача обозначается народ еврейский. Он прежде был именно богат, обогащен всяким знанием и мудростью и речениями божьими, которые честнее злато и камений многоценных. Он одевался в Порфиру и висон, имея царство и священство. И сам, будучи царским священством богу, Порфира намекает на царство, а висон на священство. Ибо левиты при священодействиях употребляли облачение из висона. Он и веселился на все дни блистательно, ибо всякий день, утром и вечером приносил жертвы, которые носили и название бесконечности, то есть непрерывности. Лазарем были язычники, народ бедный божественными дарованиями и мудростью, и лежавший в ворот, ибо язычникам не позволено было входить в дом Божий. Вход их туда считался осквернением, как видно из книги деяний, асийские иудеи с возмущением кричали на Павла, что ввел язычников во храм и осквернил сие святое место. Смотрим Деяния святых апостолов, главу 21, стихи 27-28. Язычники изранены были зловонными грехами и своими ранами питали бесстыдных псов, бесов, ибо язвы наши духовные для них удовольствия. Язычники желали питаться крошками, падающими со стола богача, ибо они не имели никакого участия в хлебе, укрепляющем сердце, Псалом 103, стих 15, и нуждались в пище тончайшей, немногой и разумной, как жена хананейская, будучи язычницей, желает напитаться крошками. Смотрим Евангелие от Матфея, главу 15. Что ждали? Народ еврейский умер для Бога, и кости его омертвели, так как он не делал никакого движения к добру. И Лазарь, что есть народ языческий, умер для греха. Иудеи, умершие во грехах своих, сожигаются пламенем зависти, ревнуя, как говорит апостол о том, что язычники приняты в веру. А язычники прежде бедный и бесславный народ. По справедливости живут в недрах Авраама, отца язычников. Авраам, быв язычником, уверовал в Бога, и от служения идолам перешел к Богопознанию. Поэтому и те, куи стали участниками в его обращении и вере, справедливо покоятся в его недрах, наследовав такую же, как и он, участь, обители и восприятие благ. Иудейский народ желает хоть одной капли от прежних законных окроплений и очищений, чтобы язык его прохладился и мог смело что-нибудь сказать против нас в пользу силы закона, но не получает, ибо закон только до Иоанна. Жертвы, сказанные приношения, ты не восхотел и далее. Псалом 39, стих 7. И Даниил предвозвестил, запечатаны были видения и пророк, то есть прекратились и заключились, и помазан был святый святых. Можешь ты и нравственно понимать эту пречу. Именно, будучи богат злом, не оставляй ума твоего терпеть голод, и когда он создан для стремления к небу, не повергай его долу, и не заставляй лежать при воротах, но вводи его вовнутрь, и не стой вне, не блуждай, не лежи, но действуй. Это послужит тебе началом для разумной деятельности, а не наслаждения только плотского. И прочие части притчи удобно понимать в пользу нравственности. Господь не во всякое время, когда он близок к святым своим, в помощь им без нужды явно показывает силу свою в каком-либо деле и чувственном знамени, чтобы оказываемая им помощь не сделалась бесполезную и не послужила к какому вреду. И делает сие, промышляя о святых и желая показать им, что и на час не прекращает тайного своего о них попечения, но во всяком деле предоставляет им по мере сил показать свой подвиг и потрудиться в молитве. Если же дело препобеждает их трудностью, когда изнемогут они и не в силах будут совершить дела, потому что недостаточно к тому природа их сам совершает по величию державы своей и, как сам знает, получают они надлежащую помощь и сколько можно укрепляет их в тайне, пока силу не противостанут скорби своей, ибо делает, что ведением, какое дарует им, разрешаются все путы скорби их, и созерцанием оного пробуждает их к словословию, полезному в том и другом случае. Если же дело требует обнаружения, то по необходимости делает и это, и способы его бывают самые премудрые, достаточные скудостей и в нужде, а не какие-либо случайно избранные. Кто без нужды осмеливается на сие или молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своим ругателем демоном и оказывается хвостливым и немощным своей совесть. Ибо в скорби должно просить нам Божьей помощи, без надежды же искушать Бога опасно. И кто желает всего, тот недействительно праведен. Обретается же многими святыми и то, что Господь сотворил, не благоволя. Но кто хочет и вожделевает всего по воле своей без нужды, тот падает, лишая сохранения, и поползается в ведение истин. Ибо если прощащий услышан будет всем, как отважился просить о том у Бога, то находит в нем место лукавый и ведет его еще к большему испрошенному. А истинные праведники не только не вожделевают всего, но и отказываются, когда дается им то, и не только пред очами людей, но и в тайне сами для себя не желают всего. Ибо вот один из святых отцов за чистоту свою по благодати получил дарование предузнавать идущих к нему, и молил Бога, а с ним молились и другие святые, упрошенные на сие старцем, чтобы взято было у него дарование. Если же некоторые из них принимали дарование, то принимали по нужде или по простоте своей, а прочих побуждало принять Божие мановения и, конечно, не без особенных к тому причин. Истинные праведники 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 дознается сие из того, что признают себя окаянными и недостойными попечения Божия, и исповедуют сие тайно и явно, и умудряются на сие святым духом, чтобы не оказаться не имеющими подобающей им заботливости и трудиться, пока не в этой жизни. Время же упокоения Бог соблюл им в будущем веке. И имеющие в себе живущего Господа посему самому не желают быть в покое и освободиться от скорбей, хотя по временам и дается им таинственно утешение в духовном. Не добродетель уже человеку, когда достигнет ее, не иметь попечения и труда в ней, но вот селение Духа. Непрестанно принуждать себя быть в повиновении, хотя и есть способ сделать дело в покое, потому что такова воля Духа. В ком обитает он, не приучать тех к ленности. Напротив того, Дух побуждает их не покоя искать, но предаваться паче деланию и наибольшим скорбям. Искушениями Дух укрепляет их и делает, что приближаются они к мудрости. Такова воля Духа, чтобы возлюбленные Его пребывали в трудах. Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, но Дух Дьявола, как сказал некто из любящих Бога, «Клялся я, что умираю всякий день». Тем и отличаются Сыны Божии от прочих, что живут они в скольбях, а мир гордится роскошью и покоем. Ибо не благоволил Бог, чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле. Но паче восхотел, чтобы они пока в мире пребывали в скорби, в тяготе, в трудах, скудости, в ноготе, в одиночестве, нужде, болезни, уничижении, в оскорблениях, в сердечном сокрушении, в утружденном теле, в отречении от сродников, в печальных мыслях. Имели иной взгляд на всю тварь, место жительства не похожее на обыкновенное человеческое, жилище иноческое, которое безмолвно, не видно по человеческому взгляду, не заключает в себе ничего такого, что веселит здесь человека. Иноки плачут, а мир смеется, они воздыхают, а мир веселится, они постятся, а мир роскошествует. Трудятся они днем и ночью предаются подвигам в тесноте и трудах. Некоторые из них пребывают в добровольных скорбях, другие в трудах, борясь со страстями своими, иные гонимы людьми, а иные бедствуют от страстей, от демонов и от прочего. И одни были изгнаны, другие умерщвлены, иные праидоша в милотях и прочее. Послание к евреям, глава 11, стих 37. И исполнилось на них слово Господа. В мире скорбни будете, но о мне возрадуетесь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Господь знает, что живущим в телесном покое невозможно пребывать в любви Его, и потому воспретил им покой и услаждение Он им. Христос, Спаситель наш, любовь Которого превозмогает телесные смерти, да явит нам крепость любви Своей. О любви, какую святые показали к Богу, потому что страждут за имя Его, когда содержит их в тесноте и не отступает от возлюбленных им, сердце святых приобретает дерзновение взирать на Бога непокровенным лицем и просить Его с упованием. Велика сила дерзновенной молитвы. Потому попускает Бог, чтобы святые Его искушаемы были всякую печалью и также опытно изведывали помощь Его и то, сколько промышляет о них Бог, потому что вследствие искушений приобретают мудрость. попускает попускает чтобы оставаясь невеждами не лишились они обучения в том и другом, но из опыта приобрели ведение о всем и не потерпели о смеянии от демонов, потому что если бы упражнял их в одном добром, то недоставало бы им обучение в другой части и в обранях были бы они слепы. И если скажем, что Бог обучает их без их о том познании, то это значит уже сказать, что Бог хочет соделать их подобными валам и ослам и не имеющими ни в чем свободы. И потому что человек, если не бывает искушен с первоиспытанием худого, не имеет вкуса в добром, чтобы когда встретиться в худом доброе, сведением и свободно воспользоваться тем, как своею собственностью, как приятно знание, заимствованные самим делом из опыта и из упражнения, и какую силу доставляет тому, кто долговременным опытом своим обрел оноя в себе самом, познается сие теми, которые изведали содействие знания, равно как немощь естества и помощь божеской силы, и уверились в этом. Ибо тогда только познают, когда Бог, удержав сперва силу свою от содействия им, приводит их в сознание немощи естества, трудности искушений, лукавства вражеского и того, с кем у них борьба, каким обличены они естеством, и как были охраняемы божескую силою, сколько совершили пути, сколько возвысила их божия сила, и сколько бывают немощны в борьбе со всякую страстью, если удаляется от них эта сила. Так что из всего этого приобретают смирение, приближаются к Богу, начинают ожидать Его помощи и пребывать в молитве. И откуда бы заняли все это, если бы не приобрели опыта о многом худом, впав в сие худое по Божию попущению, как говорил апостол, за премногие откровения, да не превозношуся, даде сями пакостник плоти, ангел сатанин. Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 7. Но в искушениях, многократно испытывая Божию помощь, человек приобретает и твердую веру, отчего делается небоязненным, приобретает и благодушие в искушениях от самого упражнения, какое имел он. Искушение полезно всякому человеку, ибо если полезно было искушение Павлу, то до всяка уста заградятся, и повинен будет весь мир Богови. Послание к Кремлинам, глава 3, стих 19. Подвижники бывают искушаемы, чтобы присовокупить им к богатству своему, расслаблены, чтобы охранять им себя от вредного, погруженные в сон, чтобы приуготовиться им к пробуждению, далеко отстоящие, чтобы приблизиться им к Богу, свои Богу, чтобы веселиться им с дерзновением. Всякий необученный сын, приемлет богатство из дома отца своего не в помощь себе. Поэтому-то Бог сперва искушает и томит, а потом показует дарование. Слава Владыке, который горькими врачествами приводит нас в возможность насладиться здравием. нет человека, который бы не скорбел во время обучения, и нет человека, которому бы не казалось горьким время, когда испевает он яд искушений. Без них невозможно приобрести крепкого сложения, но выдержать искушения не в наших силах. Ибо как выдержать течение воды сосуду избрения, если не укрепит его божественный огонь? Если в осмирении, прося с непрестанным желанием, покоримся Богу в терпении, то все приимем о Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Аминь. Господь Просвещение Мое и Спаситель Мой, кого боюся, Господь Защититель живота Мого, от кого страшуся, негда приближатеся на мя злобующим, ежесне степлоти Моя, оскорбляющей мя и вразимой идти из немогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце Мое, аще восстанет на мя брань, на него азуповаю, едино просих от Господа то взыщу, ежесжитим и в дому Господний вся дни живота Моего, зреть ими красоту Господню и посещать храм святы Его, яко скрымя вселений своим в день зол моих, покрымя в тайне вселений своего, на камень вознесемя, и ныне сей вознесе главу мою на враги моя, по быдох и пожрог вселений Его, жертв хваления и воскликновения пою и воспою Господи Ви услыши Господи глаз мой им же воззвах помилуй мя и услыши мя тебе речи сердце мое Господа взыщу взыскать тебе лице мое лица твоего Господи взыщу не отврати лица твоего от мне и не уклонись огневом от раба твоего помощник мой буди не от тринь ни мне и не остави меня Боже спасителю мой яко отец мой и мать и моя остави стомя Господь же восприят мя законоположи ми Господи в пути твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради не предаш дмени души стужающих ми яко воссташ на мя свидетели неправедни и солга неправда себе верою ведите благая Господня на земли живых потерпи Господа мужайся и докрепит все сердце твое и потерпи Господа помилуй мя боже повелиться милости твоей и помножество щедро твое очисти беззаконие мое наипачевым имя беззаконие моего от греха моего чести мя яко беззаконие мя знай грех мой предо мно есть выну тебе единому согреших и лукавые пред тобою сотворих яко доправдившись во славе себа беззаконие зачат есмь и в огресах родимя мать и моя себа истину возлюбил и себезвестной и тайной премудрости твоей я явил миссии окропишем я и сопом и очищу селом и ишем я и пачу снега убилюся слуху моему дайся радости веселье возрадуется кости смиренные отвратили лица твой от грех моих и вся беззаконие моя очисти сердце чисто садись его мне божий право обнови во утробе моей не отвержи меня от лица твоего и духа твоего святого не отреми от меня воздашь мне радость спасения твоего и духа владычному тверди имя научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратятся избавим от кровей боже боже спасение моего возрадуется язык мой правде твоей господи усни мы отверзившие твою якуаще бы восхотелось и жертву дал бы хоба всесожжение неблаговолиши жертва богу дух сокрушен сердце сокрушенное смиренно бог не уничижит ублажи господи благоволением твоим сиона недосозиждутся стены иерусалимские тогда благоволиши жертву правды возношение всесожигаемая тогда возложат на алтарь твой тельцы живых помощи вышнего в крови Бога небесно го во дворица речет господи ви заступник мой си прибежище мое бог мой уповаю на него якото избавить от сети ловче славясь и мятежно плечма своим осенит тя и под крыльей го надеяшися оружием обыдет тя истина его не убоишися от страха ночного от стрелы летящей во дни от вещи во тьме приходящей от срящей и беса полуден го подет от страны твоя тысяча и тьма лесную тебе к тебе же не приближится оба че очима твоим осмотришь и воздаяния грешника возреши яко ты господи упованье мое вышнего положилось и прибежище твое не приилет к тебе зло и рано не приближится те леси твоему яко ангелам своим заповесь о тебе сохраните тебя во всех путях твоих на руках возмутя да никогда приткнешь я камень ногу твою попереши льва и змия яко намя упованье избавлю и покры яко позна имя мое воззовет ко мне услыши его с ним есть скорби зму и прославлю его долготой дни исполню его и явлю ему спасение мое возведок очи мои в горы отнюдь уже придет помощь моя помощь моя от господа сотвор шага неба и землю не дождь во смятение ноги твои ниже воздремлет храняй тя сень воздремлет ниже уснет храня израиля господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою во дни солнце ни ожи тебе ниже лун а ночью господь сохранит от всякого зла сохранит душу твою господь господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века господи дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неиспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода. 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 Субтитры подогнал Игорь Негода.